В колледже всегда интересно. О нет, что он делает? Прекрати, так он не поместится. Нужно вертикально. Ой, правда, спасибо. Пожалуйста. О, Фиби влюблена в Колина. Это так мило. Из вас выйдет отличная пара. Привет, что делаешь после уроков? Любовь спасет мир. Это уже слишком. Поряча. О нет, берегись. Ай, больно. Ну все, с меня хватит. Нэнси всегда была королевой колледжа. Но в этом году все изменится. И у меня есть план. Королевой стану я, а о Нэнси никто и не вспомнит. Помогите. За дело. Для начала поменяю номера шкафчиков. Нэнси, прошу. Открывай его скорее. Посиди пока здесь. И дверь заблокирована. Если убрать парту Нэнси, никто не заметит, что ее нет. Класс, приветствую. Начнем с переклички. Колина я вижу. Стоп, а где Нэнси? Нэнси? Она исчезла. О нет, ее нужно найти. Нэнси, где ты? И как мне выбраться? Ой. Ого. Здесь целая тайная комната. Нет, только не это. Сеть не ловит. Это бесполезно. Ладно, посмотрим, что это за комната. Ненужный хлам. Еще хлам. Вау, рабочий комбинезон. Переделаю его под ультрамодный. Опс, перестаралась. Но это можно зашить. А веревка заменит пояс. Приключение начинается. Я переделаю эту комнату и начну со строительства каркаса. А это нужно передвинуть. За дело. Соберу все детали и закреплю понадежнее. Шуруповерт – это вещь. И каркас готов. Можно красить. Розовый мой любимый. Повезло, что кто-то оставил здесь целое ведро розовой краски. Я никуда не спешу и могу красить хоть целый день. Но как сюда подняться? Лестница. Буду взбираться по ней на второй этаж. Думаю, меня она выдержит. Вау, а здесь что? Полная коробка подушек. Они мне пригодятся. Больше не осталось? Вау, красота. Здесь стало так уютно. Землетрясение. Альбом с фотографиями. Мои одноклассники. Мои одноклассники. Как же я соскучилась, ребята. Знаю. Калаш из фотографии будет поднимать мне настроение. И гирлянда для атмосферы. Время обеда. Захожу. Привет, рада тебя видеть. Что ты здесь устроила? Собственную комнату? Этого в плане не было. Я ухожу. Как хочешь. Шкафчик нужно надежно закрыть. Нэнси, ты здесь? Пусто. А вот ее шкафчик. Кодовый замок? Как странно. Печеньки? А у меня есть идея. Из старого картона я вырежу корону. Добавлю краски. И украшу королевский бортик кровати драгоценными самоцветами. О да, с такой короной легко почувствовать себя королевой. Сколько пыли. Здесь пора прибраться. Уберу все лишнее и наведу порядок. Расставлю все по полочкам и организую рабочее пространство. Теперь очередь кровати. Края слишком шершавые, но это исправит мех. Готово. Подушки и плед. Замечательно. А эту доску я повешу над кроватью. И буду тренироваться решать примеры. Добавлю украшения, чтобы решать было веселее. Знаю. Нам нужна поисковая собака. Рюкзак, Нэнси. Что? Собака говорит, в путь. Здесь никого. Ты что там делаешь? Здесь есть дверь. Нужно идти дальше. Упс. Нэнси здесь нет. Мы все обыскали. Мы ищем не там. След приводит в коридор. Что? Поискать в шкафчике? Хорошо. Что делать? Они сейчас все узнают. Я должна унести шкафчик. Не получится, он слишком тяжелый. Идея. Игрушка для собаки. Скорее бежим. Нэнси, где же ты? Теперь и собака потерялась. Что за день? И здесь она. Как же здесь славно. Какой скучный глобус. Его нужно переделать. Вот другое дело. Глобус гламурнее, чем моя одежда. Так не пойдет. Готово. Привет. И кто теперь королева колледжа? Я. И ты видела мой новый глобус? Что? Для тебя это вообще не важно? Наконец-то. Моя мечта сбылась. А корону пока спрячу. Чтоб остальные не догадались. Куда его подключить? О, дверь открыта. Я за тобой. Отлично. В классе есть розетки. Привет. Нэнси, милая, где же ты? Стоп. Что? Нэнси, постой. Как это произошло? Твоя секретная комната просто чудо. Ну вот. Снова они все вместе, а я одна. Я вовсе не королева колледжа. Эй, не грусти. В колледже может быть две королевы? Пойдем. Тебя все ждут. Попробую навести здесь порядок. Нэнси вот-вот будет здесь. Это она? Нет. Встречается новую королеву. А где Нэнси? А это еще кто? Эээ, Нэнси пропала. Как пропала? Нужно ее найти. Я отправляюсь на поиски. Ищите, ищите. Ничего у вас не выйдет. Начну с объявления о пропаже. Осторожно, радиация. Сюда лучше не входить. Любопытно. Раньше я этой комнаты не замечала. Глупый канат. Кто там? Корона? Нэнси? Вот ты где, наконец-то. Надевай корону и пойдем скорее. Тебя все ждут. Но как нам выйти? Ручки нет. Вот я и сижу здесь. И что нам теперь делать? Мы застряли в этой комнате наличие. Катастрофа! Не преувеличивай. Смотри. Мы можем построить секретную комнату. Ну конечно. Отличная идея. Для начала уберем все лишнее. Хлам отправится в угол. А у нас появилась прекрасная секретная комната. Как мило. Вот только мне не забраться сюда без лестницы. Ясно. Но эту проблему можно решить. Мне понадобятся доски и шуруповерт. Откуда у тебя в сумке инструменты? Я ведь лучшая студентка в классе труда. Серьезно? Я и не знала. Наконец-то мои навыки пригодятся. Ступеньки готовы. Вау, спасибо, Молли. Ой, на каблуках здесь подниматься опасно. Осторожнее, Нэнси. Я знаю, что делать. Им не пригодятся эти деревянные балки. А вот и перила для лестницы. С ними ты без проблем поднимешься по ступенькам. Перила слишком скучные. Вот были бы они розового цвета. Ты согласна? Нет. У меня есть идея получше. Такая расцветка тебя устроит? Идеально. И подниматься теперь легко и просто. Наконец-то можно отдохнуть. Я так устала. Тебе нужна подушка. Какая мягкая. А это что такое? Похоже на крючок для сумки. Так и есть. Очень удобно. Отличное место для объявления. Приклею покрепче. Ты что творишь? Совсем страх потерял. Упс. Простите, я случайно. Стой. Спасите. Они уже близко. Радиация? Лучше это, чем быть пойманным. Где же он? Может, за этой дверью? Сюда я точно не ногой. Я в безопасности. Тише. Не хлопай дверью. Нэнси заснула. Прости. Рада тебя видеть. Давай сделаем для кровати Нэнси большую корону. Отличная идея. За работу. Тише. Не разбуди Нэнси. Не подумал. Сделаю звук потише. Из этого выйдет отличная корона. Вперед. Похоже, корона готова. Здорово. А я займусь покраской. Камушки так ярко блестят. Нэнси в заперти слишком долго. Проголодалась, наверное. Я должна поделиться с ней ланчем. Вас здесь много? Ты. Упс. Дверь захлопнулась. Фиби? Это ты во всем виновата. Может, украсить цветами? А если гирляндой? Нужно больше подушек. Смотрите, что я нашел. Фонарики. О, Марк. А если добавить блесток? Надеюсь, эти светильники им понравятся. Вау! Изумительно. Восхитительно. Им понравилось. Марк, ты гений. Чем бы еще украсить комнату? Старые диски. Могут пригодиться. Шарики из пенопласта – то, что нужно. Диски разломаю на кусочки. И обклею шар. Ребята, у нас есть свой собственный диско-шар. Повесим его здесь. И вечеринка начинается. Такой тяжелый рюкзак. Нужно достать все лишнее. Шуруповерт. Банан. Откуда это взялось? О, ткань. Какая красота. Сделаем из этого шторы. Получилось очень уютно. Дай пять. И Фатин нашелся. Он украсит стенки. Готово. Вау! Великолепно. Я в восторге. А это что? Корзины для мусора. Что у тебя? Шлемы для поединка. Сразимся? Ну ладно, я готов. Защищайся. Что они делают? Думаю, мы сможем превратить эту корзину в красивый столик. Я сдаюсь. Принесла. Сперва покроем все серебряной краской. А дальше закрепим столешницу. И украсим стразами. Я нашла растение. Идеально. Мы полностью преобразили комнату. Девочки, мне эта корона не нужна. Но почему? Потому что каждая из нас королева. Как мило. Нужно сделать фото на память. Марк. Фото с радостью. Улыбаетесь. Снимаю. Коварство у бедной Эмбер хоть занимай. Упс, это слишком жестоко. Как теперь Кэролин будет участвовать в конкурсе? Ох уж это Эмбер. Кэролин регистрирует свою ассистентку, чтобы отомстить Эмбер. Преподаватель просит Эмбер раздать студентам тесты. А Эмбер и рада. Какую хитрость на этот раз она придумает? Ну, конечно. Вместо тестов она раздает свои рекламные листовки. Неужели и это ей сойдет с рук? Студенты возмущены. Они готовились, и им нужны тесты, а не реклама. Не такой уж и хороший это был план. Это провал. Учитель готов проголосовать за Эмбер огромной красной двойкой. Как тебе такая корона, Эмбер? А богатая Кэролин тем временем не знает, что делать с волосами. Придется все состричь. Локон за локоном ассистентка обрезает испорченные волосы с головы Кэролин. И теперь она лысая. Какой ужас. Даже корона королевы колледжа ей не поможет. Ассистентка Кэролин решает раздобыть новые волосы любой ценой. Она мажет клеем чью-то кепку. Не менее жестоко, чем поступок Эмбер. А вот и хозяйка кепки. Она еще не подозревает, как сильно влипла или приклеилась. Ну вот, еще одна лысая девушка в колледже. Зато ассистентка Кэролин получила, что хотела. Кепка с косичками делается легко. Из каниколона плетем тоненькие косички. Основание косички ставим на пергамент. Закрепляем термоклеем и приклеиваем косички поочередно одна за другой. Получившуюся ленту из косичек приклеиваем на внутренний бортик кепки термоклеем. Вот и готово. Кэролин примеряет кепку. И ей даже идет... Очень неплохо. У богатой Кэролин много поклонников среди парней. Ее постоянно зовут на свидания, кино, обеды. И один парень лучше другого. Выбор слишком сложный. Кэролин решает использовать это. Пусть проголосуют за нее. А уж после она исходит на все эти свидания. Время обеда в колледже. Вместо Кэролин пришла ассистентка. Очень похоже, но это обман. Ну да, у Кэролин слишком много дел, чтобы обедать с этими неудачниками. Неужели она думала, что это сработает? Парни обращают внимание на Эмбер и очень не зря. Ей тоже нужны их голоса. Теперь и у Эмбер есть все шансы победить. Крепкий бицепс, чтобы рука не болела писать конспекты. А еще и девочкам нравится. Но сегодня Эмбер не радует мускулатура ее парня. Она грустит. Потому что мечтает о дорогом украшении. Оно ей нужно для конкурса. Для любви нет преград. Парень сам сделал ей украшение. Это просто. Раскатываем полимерную глину. Формируем четыре кружочка. Соединяем кружки. Раскатываем в тонкую палочку кусочек полимерки. Крепим кружки-утяжелители на гриф и запекаем. Две-три минуты на сто двадцать градусов. Готово. Украшение достойное королевы колледжа. Эмбер в восторге. Богатая Кэролайн просматривает свой список желаний и задач. Осталось лишь малое. Стать королевой. Но ленивая ассистентка снова уснула. Срочно пусть сделает ее королевой. Можно не колледжа, а страны, к примеру. Ох, а не просто приходится ассистентке. Она использовала все свои ресурсы. И сертификат готов. А Кэролайн даже устала ждать. Время в ожидании идет слишком медленно. А вот и сокровенный сертификат настоящей королевы. Так, минуточку. В документе опечатка. Это никуда не годится. Уволить за такое мало. Пора готовить подставную конкурсантку. Кэролайн показывает, как быть идеальной такой же, как она. О, ужас. С таким дефиле ей короны не видать. Разве что смирительная рубашка. Ситуация сложная. Кэролайн знает, как все исправить. Стакан вообще не держится на ее голове. А что если? Сделаем каску. Берем подстаканник. Разрезаем канцелярским ножом пополам. Крепим половинки каски термоклеем с обеих сторон. Берем трубочку и вперед смотреть кино с колой и чипсами. Каска для супер-чилла готова. Но разве супер-чиллом Кэролайн приказала заниматься? Что-то ассистентка слишком расслабилась. А вот и Кэролайн. Она в ярости. Разве можно есть вредную еду перед конкурсом? Срочно замеры талии. Ну, конечно. Цифры говорят об обратном. Экстренный фитнес. Все калории нужно сжечь. А Кэролайн пора бы перекусить. Богатая Кэролайн заведует буфетом в колледже. И ее цены, мягко говоря, не устраивают студентов. Откуда у них 100 долларов на колу? Дешевле голодным ходить. А это и есть новый план Кэролайн. Теперь она делает все бесплатным, но взамен на голос за ее кандидатуру. Это несложно. Весь товар сметают с полок студенты. А значит, победа точно за Кэролайн. Королева буфета станет королевой всего колледжа. Студентам такая благотворительность пришлась по вкусу. Бедная Эмбер не намерена сдаваться в битве за голоса. Наивная ассистентка доверяет Эмбер урну. И очень зря. Вместо урны Эмбер вернула Шреддер. И когда уже закончилась вся еда, Кэролайн ждал сюрприз. Вместо бюллетеней – нарезанная бумага. Кэролайн не понимает, как так произошло. У нее нервный срыв. Эмбер съедает последнюю жвачку. И тут же появляется желающий пожевать. Но жвачек больше нет. Похоже, парень расстроился. А богатая Кэролайн видит в этом свой шанс завоевать голоса. Она просит ассистентку раздобыть побольше жвачек. Бесплатные резинки всем желающим. В обмен на голоса, разумеется. Урок рисования в колледже. Ну а как же без искусства? Студенты срисовывают с шедевра. А вот и богатая Кэролайн. Она подкупает учителя. За то, чтобы в любви к прекрасному, заменили прекрасное. Теперь все студенты вместо рисования голосуют за ассистентку Кэролайн. Учитель внимательно проверяет работы. Она очень довольна результатом. А еще довольна Кэролайн. Бедная Эмбер вне себя от хитрости Кэролайн. У нее новый план, как все испортить избалованной красотке. Ну, конечно, это в стиле Эмбер. Бюллетени теперь недействительны. И их не спасти. Кэролайн в истерике. А Эмбер, как всегда, злорадствует. Кэролайн пришла на занятия. И, как всегда, она шикарна. У нее с волос сыпятся деньги. Эмбер решила схитрить. Купив на черном рынке ленту победительницы. Но это прошлогодняя лента. А Эмбер привыкла только к свежему. Бедная Дженни пытается привести в порядок свою прическу. Но это не так просто. Ничего не выходит. Похоже, есть бюджетная идейка. Берем губку. С помощью формы для печенья рисуем сердечко. Вырезаем. Маркером намечаем, где будет отверстие. Вырезаем канцелярским ножом. Готово. Вау, вышло круто. Упс. Мама собирается в душ и ищет мочалку. Пора сваливать. Богатая Эмбер собирается в солярий. Ее кожа должна быть идеальной. Но она забыла снять цепочку. Какой ужас. А как же конкурс. Это нужно исправить. У нее паника. Но немного косметики спасают ситуацию. Как непредсказуема порой бьюти-рутина. Какие шикарные волосы у Эмбер. С них буквально сыпется золото. Для Дженни это настоящая находка. Она собирает золотую стружку, чтобы сделать шикарные ресницы. Берем пучок ресниц. Покрываем лаком. Сверху посыпаем гриттером. Лаком для волос фиксируем блестки. Ресницы готовы. Они сразят всех на повал. Ну, почти всех. Дженни на кухне готовит тосты. Она хочет такую же загорелую кожу. А что если... ...устроит солярий дома? Отец Дженни решил подкрепиться сэндвичем. А разогреть его можно прямо на Дженни. Не дочь, а микроволновка. Сэндвич готов. Богатая Эмбер пришла к косметологу. Деньги для нее не проблема. Никаких обычных процедур. Она желает самую дорогую маску для лица. О да, это то, что нужно. Ее лицо восхитительно. Деньги – лучшее лекарство. Да, к тому же многоразовое. Дженни решила сама сделать шиммер для тела. Разбитый хайлайтер измельчаем с помощью стека. Берем масло для тела. Через воронку засыпаем пигмент. Закрываем крышкой. Тщательно взбалтываем. Наклеиваем на бутылочку этикетку. Идеально! Как же не похвастаться своим изобретением в колледже? Упс, о нет! Упс! Вот это сальто! Бедняга Джим – случайная жертва красоты. Шиммер действительно хорош. Спина парня ослепительно блестящая. А ты, Дженни, лучше поскорее избавься от улик. Ау! Ай-ай-ай! Ух! Богатая Эмбер снова на приеме у косметолога. На этот раз она хочет идеальные губы. И заказывает самую дорогую услугу. Любая боль нипочем, если она во имя красоты. Но, похоже, результат сильно превзошел ожидания. Эмбер просит срочно вернуть все, как было. Впрочем, ее губы от природы идеальны. Спасибо маме с папой и косметологу немного. Дженни вытряхивает всю свою косметичку. Но помады там нет. Есть лишь гигиеническая и румяна. А что если немного магии? Измельчаем румяна. Бальзам для губ перекладываем в стеклянную емкость. На водяной бане растапливаем. Добавляем в бальзам измельченный пигмент. Тщательно перемешиваем. Заливаем в стек. Закрываем колпачком. Добавляем немного блесток. Готово! Какая красивая помада. И главное, дешевая. Немного меда для объема губ Дженни. И немного колдовства. Это совсем не работает. Что же делать? Она мажет мед прямо на губы. Что это? Пчела укусила Дженни прямо в губу. Теперь ее губы раздуло, как дирижабль. Похоже, мед все-таки работает. В отличие от отца Дженни. Богатая Эмбер расслабляется в джакузи. Золотая бомбочка для ванны добавит роскоши. Эмбер буквально купается в золоте. Процедура окончена. У соседа снизу из крана идет золотая вода. Неужели такое возможно? Нужно срочно что-то придумать. Это же золотая жила. Или жижа. Не важно. Главное, что люди от нее в восторге. Еще бы.